Хорошо, тогда, будь добрый, продолжите ваш рассказ о том, как произошло после того, как вы отпускали. Да, услышал стрельбу, значит, и оттуда прибежал взволнованный наш старший писарь, сказал, что солдаты там подрались, и он убежал. А что за стрельба? Не знаю. Ну, так как писарь думал, что это против него, так сказать, какое-то волнение, то я приказал моему старшему интерфицеру, заведующему отрядом разведчиков, оседлать лучью лошадь и привезти ко мне, чтобы писарь нужно убрать, чтобы он скакал в соседней деревне. Но потом выяснилось, что все было сделано. Оказывается, стрельбу поднял, часовой, у ящика, чтобы довести порядок. И хотя бы, здесь ящик, значит, вы забрали его, будете грабить, и начал стрелять в босс. Толба разбежала, солдат этим боссом. Значит, тогда и сейчас можно вас попросить перейти уже к большевистскому перевороту на фронте, и как он отразился. На фронте, значит, вот это, так сказать, почти перед самым переворотом на фронте случилось. Потом пришло, значит, извещение о том, что советская власть в Петербурге, что восстание в Москве поддавлено, все дело окончено. И, значит, приказ о снятии погоны в выбранном начале командиров. Ну, нужно сказать, что это задержало меня, может быть, неделю на фронте всего. Ничего особенного не случилось, но сняли погоны. Командиров начали выбирать, потому что такое никак-то не клеилось, не могли никого среди своих найти. Значит, офицеры не имели права быть выбранными. То есть, они члены партии были и так далее. Вы совершенно точно помните, что офицеры не имели права быть выбранными командирами? Командирами, да. За исключением того, если они были членами партии большевиков? Большевиков, да. А так, при, значит, командире выбранном военный специалист офицер назначался, давал на советы. Ну, а на вашей части как-то? В части еще, особенно, выборов и не было почему-то. Но я помню, что было страшное пьянство с какими-то уже выбранными в других батареях. И в нашем парке главном артиллерийском каких-то унтер-офицерах, которые были, так сказать, командирами уже, они к нам приехали. И мы их угостяли вином, мы, по-моему, страшно напились. Я ужасно простудился по этому случаю. И у меня раздуло физиономию. И с фронта командировки в тыл разрешалось только с постановлением солдатского комитета. Солдатский комитет постановил, что так, я очень сильно болен, действительно, у меня раздуло. Дал мне командировку. Не более, не менее, как Петроград лечиться. Что мне и нужно было. Чего я добывался, собственно говоря. Мне нужно было попасть к моему дядьке, вот этому самому эсеру. Второе, я несколько раз был в отпуску, в коротких отпусках, значит, когда с фронта ездил. Или в командировках, или всегда проезжая с фронта на юг домой, заезжал к нему. Но тут я решил пристроиться к дядьке, как-нибудь. Один вопрос у меня был. А что подразумевалось, когда вы получили сообщение, что, значит, советская власть установлена? У вас лично, и также у солдат, было ясное представление, что это значит? У солдат, я думаю, что было ясное представление, так как и у нас. Но оно было совершенно обратное. Для нас это значила катастрофа. Для офицеров особенно ощутимо это было в том смысле, что большевики явно говорили о прекращении войны. Верно? Значит, для нас это было измена союзникам, что страшно затрагивало. А для солдат это было ясное прекращение войны. А там дальше посмотрим, что будет. Сейчас будет лучше. А какие имена вам запомнились из большевистской партии? Говорили ли солдаты, или обсуждали ли вы среди офицеров, или вместе с солдатами, просто личность Ленина, или Троцкого? Ленин. Троцкий еще тогда совершенно не был. В первые моменты совершенно непопулярное имя. Наверное, знали Ленина. Остальные были совершенно чуждые имена, непонятные. И каким же вам представлялся Ленин из того, что вы знали о нем? К тому времени уже на фронте получалось очень много, и очень часто, и регулярно газета Горького «Новая жизнь», которая совершенно определенно говорила о партии большевиков в то время. И нам было ясно, что это такое. Наверное, тогда ведь он был в оппозиции Ленину. Газета, нужно сказать, хорошая. Очень он подобрал хороших сотрудников, и ее на фронте самая популярная газета. Нужно сказать, что правда на фронт проникала хуже, чем газета Горького. А из других политических деятелей кто остался у вас в памяти? Ну, во-первых, конечно, вот те министры, которые начали революцию, значит, верно? Которые, значит, Родзянка говорили о Родзянке, говорили о Милюкове, говорили, ну, конечно, о Керенском, верно? И говорили о Гучкове как военном министре первому. Вот это так именно. Потом это все как-то, это так менялось, это так спутывалось. И такие на фронте у нас были свои заботы, более острые, понимаете? Что это как-то особенно проходило мимо. Ну, о большевиках и о Ленине имели совершенно определенное представление, наверное, в этот момент. Так что для нас это был удар большой, значит, конец войны, и бог не знает, что для России, и больше не знает, чем это все кончилось. И, ну, надо сказать, что офицеры почти все оставались на фронте. Очень мало кто покидал фронт по тем и другим причинам. Ну, вот мне, мне так посчастливилось, и я решил, что действительно... Я не собирался надолго в Петербург, просто, так сказать, посмотреть, что там делается, к дядьке заехать. Который был информирован, конечно, лучше в политическом отношении, чем с тем. Ну, и я получил командировку, доехал благополучно, приехал к дядьке и застал уже там двух двоюродных братьев, которые уже с Южного фронта попали, уже домой, и встретили меня хохотом. Ай, и ты! Ну, как у вас? Ну, каждый там менялся впечатления с фронта и так далее. А какое на вас впечатление произвел Петроград? Еще тогда Петроград был в порядке, более или менее, верно? Единственное, что же масса военных, масса солдат в очень, в очень таком виде непрецентабельном, на улицах, и громадное количество офицеров, потому что весь Северный фронт, значит, все офицерство куда? В центр события в Петрограде, все это ехало туда. Масса офицеров было. А уже наблюдался антагонизм между офицерами и солдатами? Да, уже был, конечно, уже был. В Петербурге это очень, очень чувствовалось, верно? Ну, конечно, уже погон мы не носили. Я одел гусарскую куртку этого венгерского гусара, голубую, в намеку на хорошем, очень теплой, в ней ходил. Так что мне нельзя было никак не за офицера принять. Но часто мы ходили в Мешу, я особенно, потому что они уже около недели были в Петербурге, были знакомы в Верной Братье с обстановкой, а меня страшно интересовало это. Я часто выходил на улицу в толпу, слушал разговоры, значит, наблюдал. Ну, а о чем говорили? Ну, говорили, конечно, главным образом о большевиках. Нужно сказать, что возмущение было поголовное совершенно, их образом действия, верно? И полное непонимание того, как это могло случиться. А что именно критиковали? Критиковали, ну, уже начавшийся террор, верно, ложь. Потом совершенно явные сведения, которые, вероятно, как говорят теперь, что французская разведка сообщала, что на какие деньги это все делается, понимаете? Об этом уже тогда говорили? Открыто на улицах кричали, кричали, красным солдатам кричали, немецкие, наймецкие, толпатричные. А какие еще сцены у вас запомнились? Ну, вот такие вот сцены. Во-первых, мы решили попробовать с двоюродными братьями испытать весь спектр политической жизни в Петрограде в это время. Значит, решена была партией. Сначала, значит, левые эсеры существовали, верно, правые эсеры тоже. К тому времени, когда приехали, они уже были нелегальными, верно? Когда вот я начал этим интересоваться, может быть, к приезду еще не помню. Ну, и только анархисты были легальной партией. И мы отправились в клуб анархистов, чтобы записаться в партию. Так для интереса. Ну, там какие-то волосатые молодые люди сидели, там нам Кропоткина предложили купить книги. Наверное, ничего такого особенного интересного у нас не было. Потом поболтались, ничего не добились. Но в это время уже молодые офицеры подумывали о том, что нужно предпринимать какие-то действия. Нужно сказать, что в организации никакой, конечно, никакого политического воспитания. Это все было в разброд. Но чувство такое было. Мы с двойными братьями собирали оружие. У нас было уже очень много оружия. Очень много гранат ручных и винтовок в погребе хоронилось уже на всякий случай. А вы собирали это оружие с какой-то определенной целью? С какой-то определенной целью, что если будет восстание против большевиков, организовываться или спонтанное, то мы поддержим. Таким маленьким отрядом в три человека, хорошо вооруженные. Или можем вооружить кого-то, потому что у нас винтовок штук 12. А винтовки мы так раздобывали. Люди мы были бывалые на фронте. Мы поздно вечером выходили на улицу, а была, так сказать, так называемая народная охрана, она еще в милиции не называлась, но какие-то подозрительные типы с винтовками. Мы подсказали и говорили, парень, ну отдавай. Он отдавал мирно. Мы давали ему в ухо и говорили, беги. В то время лихачи еще были, садились на его дочь и привозили винтовку домой. Это было довольно просто. Ну, потом, конечно, все это погибло. Вся эта затея. Но тут вот начали действовать левые эсеры и дядька, который всегда был членом этой партии. И вдруг в один прекрасный момент сказал, что ребята, вы уходите из дома. У меня сегодня будет встреча. Ты будешь встречаться? Нет, у меня будут встречаться люди. У меня не хочу, чтобы никого не было. Ну, ушли. Ну, скажешь, в таком-то часу вы можете вернуться. Мы вернулись. Дядька был совершенно спокойный, ничего мне нам не рассказывал. Потом вдруг звонок. Ну, кто-то из нас бросился открывать двери, потому что пошел спокойно открывать двери. Я считаю, что я, маленький краброчек, плитокый человек. Он был инженер-технолог. Вот, значит, пошел открывать дверь, потому что он закрыл, возвращает страшно важный вид. Сейчас одна девушка пришла, позвонила в дверь и сказала мне, все в порядке, можете не беспокоиться. Это, значит, эфирка, значит, это следили за этим. Если, если слежка за этим собранием, к этим-то историкам было, значит, что... Ну, а в чем, о чем же было это собрание? Ну, это уже книжа. Ну, после этого было стрельбовление, там, всякие штуки, наверное, какие-то рекондиционные собрания. Ну, вот, потом, значит, эсеры же, да, да, потом в один прекрасный момент распространился слух по городу, даже в газетах этого неба, что Шингарев и Кокошкин убиты в больнице, значит, матросами. Вот. И что в таком исчезло средство похороны. И нужно сказать, что дня таких похорон в Петербурге никогда не берут. Это весь Невский проспект, от начала до конца был забит толпой, значит, который, там, не слизный, значит, катафалк на руках, на кладбище около, как это кладбище, около, как это кладбище, около Николаевского вокзала. Там монастырь какой-то, не помню, я Петербург слабо знаю вообще. Ну, действительно было горе, так сказать, и возмущение совершенно спонтанное. И вот, когда недалеко от Николаевского вокзала, это уже, в процессе, поворачивалось к кладбищу, вдруг из-за угла появился оркестр военный, морской, с надписью «Аврора» и за игром «Траурный марш». Так сказать, большевики приказали сделать такой демонстрат, что мы тоже это чувствуем. И вот этому оркестру орали всякие, там, нанитые, предатели, убийцы и так далее. Но не трогали на всякий случай. Ну, этим дело кончилось. Потом, через неделю, потом, значит, был разгон учредительного собрания, который прошел, так сказать, даже немножко злорадно относилось молодежь. Ну, вот, получили власть и не могли удержать, вот, и разогнали вас. Это молодежь, вы думаете, офицерская молодежь? Офицерская молодежь, да? Ну, там молодежь почти вся была офицерская, почти все были мобилизованы. Ну, вот, и, значит, эсеры объявили, что в такой-то день, я уж не помню, это в календарях есть, значит, что будет демонстрация. Предлагают всем выйти на демонстрацию протеста, значит, разгона учредительного собрания. Конечно, демонстрация должна формироваться на Невском, выйти на Кирочную к, значит, Таверическому дворцу, где должно было заседать на собрание. И вот мы долго думали о том, идти, не идти, на это все. Ну, что я из любопытства хотел идти, посмотреть. Во-первых, было в этих листовках, которые распространялись, было следующее примечание, что ни в коем случае демонстрация не должна быть вооруженная. Если бы она была вооруженной, выход был бы, конечно, другой. Ну, я нашел нескольких своих офицеров, которые уже попали в Петроград, которые были из батареи. И мы беседовали по этому поводу, и, в общем, настроение было такое, что если бы вооруженная была бы демонстрация, мы бы пошли, можно было бы что-то сделать. Но что же делать невооруженные? Нас же разгонят. Но все-таки мы с двоюродными братьями решили пойти. Да, и они решили не идти. В общем, политически они так это объясняли. Что? Демонстрировать за то, чтобы опять вернулся Милюков? Что-то уже ничего не выйдет. А за что другое мы можем демонстрировать? Ну, в общем, отправились мы до демонстрации. Демонстрация была грандиозная совершенно. Тоже нечто сногсшибательное. Здесь на больших и могли испугаться, если бы не знали, что не знали наверняка, что это демонстрация не была воронная. Причем военных, когда военные подходили к этой демонстрации, вот мы подошли втроем, видно, что военных шинелек мы беспокоили, нас просили войти в военную группу демонстрантов. Была военная группа, довольно большая, несколько колонн больших военных. А эта демонстрация делалась от имени эсеров? Да, вот имени эсеров. Ну, участвовал весь город, конечно. И мы двинулись, это все с какие-то... Несли страшно грандиозные какие-то транспаренты, вся власть в Союзном собрании, вся педалой большевиков, там чего-то там не было. Ну, мы шли, так сказать, скептически на это все посмотрели. Двоюродный брат младший все-таки не утерпел. Это, конечно, было рискованно, здорово. Вот вы видите, почему. Ну, значит, мы это шли, шли, вышли на Кировскую, и там с песнями, с криками. Нет, нет, нет. Вдруг от Невы к нам присоединился большой военный отряд, дисциплинированный, шедший по четыре в ногу. И демонстрация начала разбегаться. Представляете, решили, что это значит военская часть большевистская. Нет, оттуда вышел какой-то эц, что-то закричал, и в Толкер слышим вслух, что «А, это матросы Савроры, они тоже участвуют». На матросов Савроры они не были похожи, нужно сказать. Но вот такой слух был пущен. Ну, двинулись дальше, и все это хорошо. Пока, вдруг, мы шли с приятелями, предвизненно, так, в головной части, ну, вероятно, так, квартала за три, вот, головы демонстрации. Вдруг послышала стрельба, и публика разбежалась. В головной части демонстрации, и я увидел, что плакат, значит, громадный, этот самый, что Ракат Слозбин, вся власть, учредительный сопрани, на каких-то бронзовых палках с шарами, только и градиот, валялся на снегу, была зима. Слева была из-за река, тоже бояство ясно было, не было я. Попробовывал это как-нибудь, хоть эту поднять, чтобы она стояла. Но оказалось, что это трудно, нужно сразу несколько человек, что-то еще. Тут оказался какой-то мальчик, вероятно, хлеботек из пекарни, маленький, такой здоровый мальчишка. Я говорю, валяйте, тащи, значит, мы вдвоем с ним водрузили эту штуку. Интересное действие. Толпа сейчас же пошла за это, подхватила и понесла этот плакат дальше. Опять, значит, стрельба, опять толпа разошлась. Я оказался с приятелями, и какая-то молодая девушка, очень ржьянная такая и возбужденная. Мы оказались впереди демонстрацию, я увидел картину. Поперек Кирочной стояла цепь пехоты. Поперек чего? Пехоты. Поперек Кирочной улицы. Стояла цепь пехоты, и впереди ее человек с наганом, с черным, в черном кожаном одежде, что модно было, комиссаром. Он кричал, рассадись, и, значит, я видел, как он зарядил наган, и, значит, ну, это было шагов сто, я знаю, что пуля не будет, не долетать, попасть он не может, совершенно спокойно, уговаривал людей стоять, продолжать стоять, и, значит, ждал, когда он выпустит семь. Значит, он выпустил раз, два, причем подряд стрелял. Когда он выпустил седьмой, значит, седьмой пулей, я говорю, ну, ребята, двигайтесь, пока он будет заряжать, может, что-нибудь выйдет. Нет, начало стрелять пехота, понимаете, прерыва приказания, и толпа разбежала. Ну, а пехота стреляла в толпу, или... Да, бог его знает, я не могу сказать, я раненых не видел, понимаете, в один такой момент, когда улица оказалась пустой, я увидел массу галош, дамских сумочек на снегу, но раненых не видел, и крови не видел. Хотя меня уверяли, потому что раненые были, но, может быть, их уничтожили. А вот эта часть, которая там стояла, вы говорили, что это пехота, но это была действительно регулярная пехота, или это же были решительщики большевика? понимаете, что шагов, верно? Может быть, это были латышские батальоны, верно? Может быть, это было, бог его знает, может быть, одним словом, это, да, молодая, молодая пехотинца в военной форме. Ну, и тут оказалось, значит, очень ловко, это все было построено, оказывается, мы оказались окруженными и отрезанными, верно? От демонстрации, оказывается, она была, значит, перерезана в нескольких местах. И я попался в каком-то пехотинцу, тоже молодому, мальчишке совершенно, с бритой головой, который у меня обысходит, если тебе оружие. оружия у меня не было. Я вошел в подворотник какого-то дома, поджидал, когда-то все прошло и вышел на Невский проспект и тут началось опять замонсердствую, но уже такие, как сказать, кого-то били, понимаете, кого-то, значит, какой-то там студент, значит, чищался, вероятно, вероятно, держал какую-то речь за советскую власть, а его, понимаете, там трепарь, от которого едва ушел, и по городу начали курсировать автомобили с вооруженными, значит, с этими солдатами, ясно-большевистские, значит, какие-то части, которым кричали вот убийцы и так далее, и так далее. Интересно, что в этот же самый момент на улицах вдруг появилось масса разношечников мальчишек, которые, пробегая, шептались, на мышце телекона, на мышце телекона, на мышце телекона, он был запретен, блядь, вышел, последний на мышце телекона, я его купил, стоил он страшно дорого, сто пятьдесят рублей, очень интересный номер, запомнил я его, на правой стороне, написано, отпечатано в опасности, я скажу, и номер назывался «Со что мы благодарны большевикам?» Масса отрубных, карикатурных, расхватывали, совершенно невероятно. Так кончилось это разгон учредительного собрания. Значит, ну что же, наступили дни голодные, страшно. Это вы сейчас говорите о зиме 18-го года. Зиме 18-го года, и, значит, январь, февраль, в феврале я вырвался оттуда, страшно голодное, значит, время. Ну что же, мы получали вот такой кусочек хлеба, говорят, на сантиметр три, или сантиметр пять на два, вот такой вот кубик, такого мокрого, совершенно черного хлеба, вот это все, больше ничего. И, к тому же, еще был запрещен выезд из города, революционер запрещен выезд из города, только по постановлению революционного совета, значит, разрешение можно было выезжать, потому что началось бегство вот этого массы офицерства на юг, потому что уже пошли слухи, что Корнилов пробрался, значит, на Дон, и там, значит, начинается гражданская война. Ну, Корнилов пользовался большой популярностью, значит, в армии, и, значит, туда... Так что имя Корнилов было достаточно, чтобы офицерство после Украины. К этому времени как раз вышло первое универсал, так называем, украинский, еще до оккупации немецкой и до этого, потому что Украина обвелась самостоятельной республикой. И, может, были все предпосылки к тому, чтобы на юге какой-то оплот сопротивления мог образоваться. Ну, выехать было трудно. Надо сказать, неделю, неделю, каждый день я ходил на Николаевский вокзал. Во-первых, нужно было проникнуть за кордоны, которые проверяли документы, значит, от воинсовета нужно было иметь постановление. Это раз, а во-вторых, нужно было сесть в поезд, потому что весь Северный фронт ехал через Петербург на юг, солдаты пёрли, понимаете, как хотели. Ну, через неделю мне удалось проникнуть совершенно случайно. То есть, это такое счастье, что просто невероятное. Я как-то первый кордон на площади перед входом в вокзал промахнул, понимаете, и уже спустился в туннель, чтобы выйти на перрон. И посреди туннеля, понимаете, кордон. Шесть человек стоят, никого не пускают. То есть, проверяют документы. Я заметил, таких длинных длинных уходов, чтобы вернуть обратно. В это время меня перегнало штук пять баб мешочниц со мешками, здоровые, крепкие. И тут началось драться. Конечно, да, матросы стояли. Матросы интересовались не столько документы этих баб, а столько что они из мешка тянут. Бабы отбивались, я проскатировал этой сумятицей и выскочил на перрон. Нужно сказать, что поездов пять я пропустил. Ну, это просто штурм поездов. Солдаты определенной части, например, организовывали, так сказать, посадку таким образом, что они давали толпе броситься к поезду, а сами расставили своих стрелков, расставляли по перрону, и те начинали в воздух стрелять, но так с таким угрожающим видом, что публика отходила от поезда и они своих пропускали. Ну, это так раза два или три мне не удалось, пока какой-то, нет, даже больше, пожалуй, пока какой-то горбун ко мне подошел и смотря мне в глаза сказал, что раненые и больные ожидают в зале третьего класса, пожалуй, это мной. Я пошел за него, он меня пропустил, у него оказался ключ, открыл зал первого класса, но это действительно раненые и больные, полно. Я сидел около самого двери, но я слышал вытекать эти двери. Пожидали в несколько часов, потом он же явился и целая команда санитаров, кого нести, кого поддерживать, каких-то контролеров и сообщил, значит, что поезд стоит на таком-то пути, значит, вагоны все классные, значит, каждому будет спальное место и просит в очередь становиться у входа в вагон, так, чтобы не толпиться. ну, я тут не первым, а последним там жил, где мой горбун, ну, одного вагона горбун проверял документы, когда горбун всех пропустил, я подошел к нему, горбун отвернулся, я в лес в вагон забрался на верхнюю полку, вот так доехал до Москвы. А у вас уже было ясное желание, мысль добраться до юга? Видите, да, были, вообще настроения были офицеры таким образом, или Сибирь, или Юг, нужно сказать, что уже тогда слух шел о американском консуле, который будто бы, значит, офицерам рекомендовал, ну, конечно, в интересах Америки была Сибирь, чтобы не дать японцу Владивосток, да? Так, какой слух был? Что американский консул рекомендует двигаться на Сибирь, да? Ну, здесь, так сказать, голоса разделились, верно? Кому интересно было Сибирь, кому до южной брат поехал старше в Сибирь. А это консул был американский в Москве или в Петрограде? в Петрограде. Во время вот этих всяких беспокойств разгона учредительного собрания, разговоры между офицерами велись молодые, наверное, что делать, как сопротивляться, и вот, значит, Сибирь или Юг, я сдвелся на юг, потому что там и родители были, интересно, отец уже умер, мать, сестра, потому что хотелось в других повидать и посмотреть, что там делается в родном городе. я сдвелся на юг. Ну вот, на юге, собственно говоря, первая советская власть, собственно, просто не разбериха, ничего не было, никакой власти. В южных городах, потом пришли немцы, оккупация немецкая, потом неожиданное восстание в Николаеве. А восстание было в чем? Кто восстал, против кого? Городской наследие против немцев, которые вели тебя отвратительно, после этого вели себя, значительно лучше. в Криверятном была инструкция до нашего, нельзя так поступать. А в чем заключалось? Ну, хамилии, понимаете, знаете, как немцы, высокомерно, понимаете, вдруг в культурный хороший город пришли, и никто их не просил, вдруг распоряжаться в этих, и вот в один прекрасный день, среди бела дня начала стрельба в городе. Всюду, значит, в общем, немцев почти вытеснили из города. Но это было организовано самим городским населением? Это городским населением, да. Почти спонтанно было, конечно. А в каком-то месяце, и в ком году было? В 20-е, я сейчас скажу. Это, конечно, было в 18-м году, вероятно, это было, по-моему, летом. Летом. По-моему, в 18-м, по-моему, да. Ну, после этого, значит, организация этой власти Детман совершенно никакой популярности не пользуясь ни среди офицеров, ни среди населения. Даже Детман не пытался проводить мобилизацию. Мобилизацию более широкую или даже мобилизацию офицеров. Пока приглашал добровольно, просто в Украинскую армию, почти никто не шел с редкими исключениями людей, которым нужно было есть. Да. И это, значит, до тех пор, пока не кончилась война на востоке, на западе, и, значит, немцы выкатились довольно быстро и мирно, и пришел аккаунтный корпус союзников. Это вы Николаеве говорите? Николаеве, да. Николаеве интересовал союзников греха, потому что большой, значит, порт, судостроительный, верно? Значит, англичане, французы и греки. Небольшие отряды, такой, трехнациональностей. По-моему, комендатура была французская, а порт, кажется, под английским контролем был. Греки, так сказать, главным образом были, так сказать, главная контингент греки. И вот тут были столкновения разные, и так далее. И начали уже появляться партизанские отряды украинские, которые, значит, сначала были красными партизанами одно время, потом перестали быть красными по какой-то причине, Махно и так далее. В общем, украинская вольница вовсю разыгралась, и греков выперли очень быстро. Выперли их такой Григорьев, капитан царской армии и бывший учитель по профессии, который организовал отряды партизан, более-менее такие дисциплинированные, и, значит, очистил юг от союзников. и одессу, и одессу, и одессу, и французов. Айд Григорьев, он был как бы на стороне, чей он был? Он был на стороне красных, совершенно ясно, был в этот момент. В этот момент. Но в Одессе он понял восстание против советской власти, когда начались все, начались беломорожные председательные церкви, он был очень религиозным человеком. И когда началась, собственно говоря, этот самый социалистический бюрок деревни. главные его контингенты это были пехотные полки из крестьян знаменитого Гуляйполе и Верблюжик. Это, знаете, такое самое украинское вольница. Гуляйполе и, простите, Верблюжка. Большая и Малая Верблюжка. Деревни такие большие около Гуляйполя. Вот верблюжские полки. Нужно сказать, что храбро дисциплинированные довольны были. Они сначала утвердили советскую власть. Потом в Николаеве, уже, прочим, они ее заняли. Потом они, значит, перешли на сторону неизвестно кого, но, в общем, поняли восстание в Одессе против советской власти. Но должны были покинуть Одессу. Почему-то там что-то не было. И двинулись на Фастов, Киев и Екатеринослав на север. И тогда, значит, советская власть объявила мобилизацию офицеров и начало формирование уже не партизанских, а регулярных частей Красной Армии для борьбы с вот этими повстанцами. появился Григорьев Махно и Петлюра, которые действовали самостоятельно. Это все не давало покойно жить никому. И масса, конечно, спасибо, не говорю. И масса бандит под всякими названиями. Каждый бандит назывался или Махно или Петлюра. Им совершенно не было известно. и вот проводили мобилизацию офицерского состава сначала и потом мобилизацию солдатского состава, что было значительно труднее. Верно, офицеры были все под учетом, как городские жители, и под террором страшным. Террор уже начался, жестокий, бессмысленный. А солдатским составом было очень трудно. Иначе говоря, были мобилизованы только какие-то ублюдки, какие-то не совсем развитые люди, не то это преступники, не то бахтёры. Состав невероятный совершенно. А вы лично как были затронуты всем этим? Я был мобилизован и был назначен старшим офицером батареи, командиром батареи, первым начальником был мой друг, остальное все было совершенно чуждая компания, офицеров больше не было. Был один унтер-офицер и вероятно он был унтер-офицер, артиллерист. А это опять-таки в каком месяце, какого года было? весной весной 19-го года? Весной 19-го года, самой ранней весной. Как только эта батарея была укомплектована всем, чем нужно, нужно сказать, что она была укомплектована пушками образца 1900-го года, которые хранились только в музеях. У них накатник был резиновый. Резиновый шаров. И вот с этими пушками музейными мы выступили против Григорьева. Который к тому времени подходил Кирнославу и Фастову. Угрожался центру Украины. А Григорьев в то время уже был сам по себе? Сам по себе, да. И вы были в Красной Армии? В Красной Армии, да. И вот Красная Армия двинулась, наш отряд, состоящий из... Да, это пока только одна батарея, двинулась значит по железной дороге Викторинаслав. Нужно сказать, что путешествие было довольно благополучное, за исключением одного момента, который нас очень смущал. Мы не знали, зачем мы идем. Просто Викторинаслав у нас, так сказать, наше катаринное расположение, потому что там раньше большие артиллерийские части стояли в этом городе. Но по дороге что-то такое случилось днем почему-то мы остановились, слышали какие-то взрывы, что-то беспокоилось начальство, наши красные комиссары наши и так далее. Слухи пошли между солдатами и они сразу начали сжаться к офицеру. Это интересно. Вот этот унтер-офицер поближе к намерке заговаривает. Со мной мы с ним подружились. Опытный артиллерист был. Вот и значит ну скажем не важно чего мужика грабят. Какого мужика? Мужика грабить начали. Мужик воюет. Знаете я его расспросил слух о том крестьянских восстаниях на той стороне Днепра. Вот. Ну в этим словом мы двинулись от Клинослава прибыли туда к тому времени когда прибыли и нам нужно было ночью выгрузиться с платформ железнодорожной для того чтобы утром выступать на фронт против кого-то неизвестно кто-то наступал на Эксенослав то солдаты отказались влужаться. Вот это был скандал. Нас вызвали в штаб отвратительные какие-то типы там сидели ну вот это интересно а кто так сказать тогда был в начальстве у вас? Вот представьте кого мы встретили и вот это самое это на следующий день сначала в начальстве у нас был ну мы и был комиссар батареи комиссар батареи который когда мы вешали то чарку водки пригласил нам выпить и сказал смотря в сторону пью за императорскую армию а сам он кто был муниверофицер муниверофицер да ну хорошую должность получил и тогда это было наше непосредственное начальство на батарее он был высший командир а дальше штаб какой-то там был из каких-то странных людей полупочтенных которые нам угрожали что мы саботаж делаем что солдаты не хотят не хотят товарищи выпроводили модернизацию но мы видим что состав не годится нельзя выпускать на фронт людей и так далее но как-то мы отбоялились и на следующий день нас к главному начальству пригласили главное начальство приняло нас в кабинете очень шикарном стоя на чемодане демонстративно одной ногой и вон оказался генерал инфантерии Зиончиковский господин перешетель большеркан первой который нас принял очень вежливо но сухо и обращался с нами господа офицеры господа офицеры вы знаете какое положение штаб рекомендант города покидает город в городе бунт и восстание который будет подавлен имейте ввиду какая ответственность лежит на вас лично я знаю ваши убеждения молодых офицеров это все конечно розовая водичка нужно служить на розовую созернинскую и попрощался мы ушли весьма печальный думаешь что теперь полетят солдаты не хотят проходит день рядом через несколько путей от нас останавливается грандиозный бронепоезд с надписью брянский соцдеп на котором шестидемовые пушки направлены на наш эшелон нечастный солдаты не хотят тогда приводят китайцев полуроту китайцев которые садятся на перроны на корточках держат им тонко между коленями что-то между собой мирно говорят моментально начали выгружаться откуда эти китайцы а китайцы брали с кольского полуострова с постройки железной дороги по контракту с Китаем значит для того чтобы не брать крестьян из деревни потому что там было деревня и так мобилизация обездолена нанимали китайцев по найму они работали на железную дорогу и потом после революции они стали частями Красной Армии их просто нанимали за деньги ну а чем же объяснить психологическое китайцы боялись не страшно жестоки а к тому времени уже ваши солдаты знали что китайцы китайцы волосы шеи знали это уже было понимаете верные части большевиков поэтому китайцы вы видели сразу начали угрожаться мы двинулись на фронт комедия была страшная конечно всякую позицию которую я выбирал как старший офицер по уставу с комиссарами которые еще трех отменял что надо стрелять противник нас видит пока я их не обругал нехорошими словами сказал что чтобы воевать собирайся защищать на советскую войну или нет тогда не испугай и разрешили нас снять на батаре и тут произошло первое кипрокво совершенно ясное понимаете настроение батареи и моего унтерфицера я проверил из лесу навстречу нам вышел бронепоезд Григорьева и начал обстреливать пехоту которая шла впереди и этот самый когда я спросил моего унтерфицера ты видишь он сказал не хохо я говорю на бинокль он посмотрел на бинокль не вижу иначе он мне предложил бронепоезд не стрелять никто не понимал что это происходит из нашего начальства другого комиссара и мы стреляли совсем в другую сторону потом заветерила нас сняли вернулись мы в город и когда мы подходили к городу вот тут случилась понимаете невероятная совершенно история перед городом у нас столпа большая которая мрачно на нас смотрела городская сумерки были из этой толпы вышло несколько человек явных партийцев которые сказали что в город идти нельзя и что нужно идти сразу на мост на левую сторону почему какой приказ кто вы такие мы от партии у вас искренне документы нет командир очень хитро спросил тогда комиссара батареи сказал что я распоряжиться не могу комиссар решите куда нам идти комиссар подумал потом он сказал у город мы дверили из города город был данный повстанцев не может а повстанцы это были опять-таки те же отряды Григорьев нет это были внутренние гарнизон города взбунтовался против большевиков значит город был в руках в руках этих повстанцев это были пехотные полки которые были заранее туда уже присланы в город но формированный и комендантом города отказался мой друг мой друг и мой так сказать приятель по спорту он меня и встретил когда увидел с нами был все яд разговор не нужно мне говорили за тем он сказал что бунтоваться городом это хватили чтобы быть дальше неизвестно потому что моя пехота никуда не годит что у вас я говорю у нас то же самое другими словами бунт был как бы против большевиков но не за что-то не за что-то нет не за что-то ну и этот бунт кончился тем что утром рано на следующий день эти броневики с той стороны пришли значит в Днепр и начали подходить к казармам которые мы мотивами наши пушки стреляли стреляли просто со двора катармы так как двор окружен высокой стеной мы могли только на большую дистанцию когда они начали приближаться мы не могли ничего делать кто куда а это опять-таки я хочу переспросить в каком месяце это было это было вероятно через неделю после мобилизации то есть через две недели вот здесь весной весной и все полевых работ еще не началось что не косили не косили сено потому что потом попал на сенокоз когда прятался крестьян начался сенокоз ну одним словом здесь произошло вот такое сумятиство и спас собственно меня и командира наш вестовой мой друг по гимназии еврей который страшно любил лошадей и сам добровольно мобилизовался быть лошадьми и был нашим листовым очень славный человек он погиб в дурвольской армии его переехало орудие бедняжка у меня на руках умер очень славный человек ну вот мы значит бросились пешком удирать так сказать куда глаза глядят на юг конечно а он сказал что он выведет лошадей мы его говорили да брось тебе эти лошадьми ты куда выведешь нельзя выведешь одна конитка какая-то узкая запретенная проволока я буду рубить мы побежали и самый критический момент когда мы напоролись на китайцев с пулеметом он нас догнал мы сели на лошадях помчали скачь вовсю в каком-то лесу и когда и обрагу и когда на полном скаку в этот обраг спускались оттуда на нас выскочила красная конница вы были втроем красные ленты но это конница была в морских фуражках это были фуражки черноморского флота георгские ленты это оказался конный отряд из матросов черноморского флота в отряде знаменитого украинского партизана тютюнника они наступали на город так поставить с одной стороны значит наступали наступали тютюнника с другой стороны григорьев григорьев и тютюнник двумя дорогами шли город здесь они встретились да а сам-то город после того как он сбунтовался был занят красными да был занят красными и начался осада города осада города уже со стороны тютюнника и Григорьева которые сговорились начался с юга значит до Днепра они окружили город и давили на него вот а в городе уже сидели красные которые подавили восстание так что подавили фактически вернулись туда сначала убежали и потом вернулись вот и значит тут же эти матросы очень дружно с нами поговорили ах вы из тех из городских да что я говорю ну вот разогнали ну и а вы кто такие я говорю аж леверисты а вон наш говорит начальник артиллерии вон там такой вот с горбины ходит бородка все это мы увидели какого-то человека около тяжелой батареи шестидюймовые гаупицы которые стреляли по мосту который соединял Днепр с той стороной то есть город с той стороной такой понимаете ученый артиллерии бородка и значок академии полковник карасев такой он нам представился так а артиллерии ты прекрасный идите к нам пришлось идти к ним мы около недели меня он назначил начальником артиллерии отряда у меня было значит в моем распоряжении две легкие батареи и одна гаубичная вот эта и два бронепоезда импровизированных шпалы там мешки с песком и так далее с трехлимолом и пушки и пулемет ну все попытки значит ворваться в город ничем не кончились как раз они все больше и больше социализации войск и нас постепенно оттесняли китайцев все больше и больше китайских частей появлен нужно сказать что они универсавцы шли совершенно бесстрашно на наши пушки как мы их не расстреливать и нам пришлось отступать постепенно вот и отступали мы до какого-то места я уж не помню потому что это было настолько напряженное состояние что здесь все было забыто и в один какой-то прекрасный момент вот этот самый мой друг еврей и командир батареи я да и комендант Екатеринаслава который к нам присоединился мы решили покинуть отряд и уходить куда-нибудь ну их бога совсем-то их не девает причем здесь мы и мы днем как-то удалось нам шла птица и мы под ветер двинули начиная нашу проделали большой и значит ушли и вышли на железную дорогу ведущую к Николаеву и увидели военный эшелон который прошел в этом направлении из этого военного эшелона из одного из вагонов выметали ссор и полетели бумажки мы как опытные военные как посмотреть бумажки мы посмотрели верблюжский полк написано во второй верблюжский полк значит идут на ют ждать следующий эшелон пускай забирают домой поедем мы подождали подошел на станции Явкина такой второй эшелон и в нем штабной вагон штабного вагона выглядывает мой старый знакомый артиллерист офицер фамилии его не называют я говорю что вы сделаете командует рядом а куда вы брат Николаев я говорю берете нас с собой пожалуйста мы таким образом присоединившись к этому въехали в Николаев который был уже взят в это время опять-таки должен спросить взят кем от кого от кого он его брал неизвестно мы не уточняли этот вопрос а Михайлов он тоже был как бы независимым партизаном нет я думаю потому что он с верблюжским полком шел значит он березно был у Григорьева или у Тютюнника потому что потом верблюжские полки были у Тютюнника Тютюнник был офицером генерального штаба очень очень энергичным способным военным очень милым человеком между прочим ну вот и значит оказались мы в городе и теперь он уже был скрываться потому что ясно что это Михайлов продержится в городе недолго он продержался 24 часа оказывается взял свою жену спасти чтобы она не оказалась заложником и двинулся на Херсон раз Херсон а мы осели в Николаеве и я сразу же с несколькими моими приятелями двинулись к крестьянам наниматься чтобы отроки помещичи земли были разделены громадные наделы у них получились работать нужно с удовольствием брали городских но мы попали не к крестьянам а попали в бывшее поместье которое не было разделено потому что крестьяне набрали уже столько что им больше не хотелось это был вроде совхоза называлось коллективным хозяйством управлял им тот же управляющий что был тот же агроном поместье так сказать урезанное мы работали там батраками очень хорошо все лето до уборки молодьбы и ко времени молодьбы значит уже такие появились признаки что добровольческая армия здесь близко какие-то разведчики налетали вдруг в деревню исчезали но мы решили двинуться пешком нам нас же было 75 километров пройти и мы хотели пройти это за один день рано утром встали и двинулись пешком но оказалось что это значительно дольше занимает времени потому что во-первых хотя нас подвигли крестьяне в одном месте спрашивали вы коммунист страшно долго спрашивали мы же побьют да нет мы работаем где работаем так они знают обстановку можно сказать ага ну да ну уважайте значит вот такое отношение к коммунизму и двинулись мы значит двигались медленно потому что навстречу нам попадались странные такие понимаем тиражи кортежи которые нужно было прятаться в рожь или в кукуруту вдруг две или три арбы с пехотой какая-то какая-то коляска человек черной куртки из дамы потом опять арбасы военными значит удирают из города а вы в каком направлении шли? на юг прямо на юг и мы подошли недалеко на пол расстояния в деревне должны были заночевать ночью опасались мы пришли к старости то есть к председателю сельского совета в то время пришли к нему и говорят вот переночевать интересные эти случаи которые нужно сказать в это время он получил к нему какой-то вестовой как ему сказали там вестовой вот тебе записку написано староста селедных староста был председателем сельского совета староста стал читал при нас вслух начальник северной колонны капитан картузов задерживать всех подозрительных двигающихся с юга на север бегущих из города отряд этой колонны будет у вас завтра на рассвете капитан такой-то ну что ж ничего новая власть спокойно после этого определил нам где спать мы поспали на рассвете двинули вечером это подобрались до города видели как в него входит добровольская армия со стороны северсона а это город какой был николая николая вот и это было концу лета это было концу лета да это был это было конец августа 19 а потом вы были в добровольске а потом я тут же рядом с нашим домом стала батарея скатила в горы стала нас стрелять я как тренинг вышел посмотреть и вдруг около одного из орудий увидел офицера который посмотрел на меня назвал меня по имени я его мой однокашник по военному училищу болгарин русский болгарин предложил а потом из россии когда вы россию покинули а вот после крымской это было уже в 21 году это уже до 20 конца 20 21 значит мы что же проделали с этой батареей мы двинулись на север ну и главного этом корпус лошадьева был предназначен для ликвидации вот этих тюнников махной это было ужасно трудная работа бесконечно трудная война моталась туда 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 гонят этими бандами и потом уже зимой отступление на перекоп первые атаки зимние неудачные красные которые мы отбили совсем легко потом лето потом выход из перекопа значит в Таврию занятие Александровское и потом второе отступление а а в иммиграции вы где жили в каких странах в Югославии там кончил университет а потом уже после второй мировой войны или во время Германии в Германии больше вам спасибо интересно интересно конечно интересно спасибо